Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, вселюбящие чтение Слова Божия. Мы продолжаем с вами исследование апостольских посланий. И сегодня мы с вами рассмотрим первое соборное послание святого апостола Петра, первую главу. Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцам, рассеянным в Понтии, Галатии, Каппадокии, Асии, Вифинии, избранным. По предъявлению Бога Отца, при освящении от Духа, к послушанию и окроплению крови Иисуса Христа, благодать вам и мир да умножится. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа, из мертвых к упованию живому. Так начинается первое соборное послание святого апостола Петра. С таких слов мы видим, что, подобно как мы с вами рассматривали перед этим послание апостола Иакова, он обращается к рассеянным, то есть к людям, находящимся в разных местах, где он проповедовал до этого, как он и пишет, Понтии, Галатии, Каппадокии, Асии, Вифинии. То есть Петр обращается к христианам иудейского происхождения, которые были тогда рассеяны по римским, малоазиатским провинциям. Понт — это была область на южном побережье Черного моря, Галатия — область в центре Малой Азии, Вифиния — область на север-западе Малой Азии, и Каппадокия находилась на востоке Малой Азии, а Асия — провинция на западе Малой Азии со столицей в Ефесе. Итак, апостол обращается к рассеянным и напоминает им, что они по предведению, то есть по промыслу Божию, при освящении от Духа и послушании окроплению крови Иисуса Христа, благодать с пожеланием, чтобы благодать и мир им умножился, не тот мир, о котором Христос говорил, а мир Божий. Так Господь и говорил, мир даю вам, не так, как дает этот мир. И далее говорит о том, что благословен Бог и Отец Господь наш Иисуса Христа, как мы и прочитали, который по великой милости возродил нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому. То есть эти слова — слова утешения, если когда-то на нас нападает какое-то уныние. Таким образом, он утешает им их и напоминает о воскресении и о том, что мы возлюблены Богом. Вот как пишет об этом бедодостопочтенный. Цитата. «Бог возлюбил нашу жизнь так, что ради нее определил Ему, Сыну Своему, умереть, и воскресением смерть поправ, дал нам упование и пример возрождения. Ибо Он умер, дабы мы не боялись смерти, и воскрес, дабы и мы через Него уповали на свое воскресение». Конец статы. И далее четвертый стих. «К наследству нетленному, чистому, неувидаемому». То есть он говорит, к чему нас Бог воскресил и к чему предназначил. «К наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас. Силу Божию через веру, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время». Что значит нетленному? Потому что жизнь на небесах не затрагивает ни старость, ни болезнь, ни смерть, как пишет об этом тот же бед достопочтенный, ни иная печаль к чистому призванию. Что значит к чистому? Потому что никто, нечистый, не может войти в нее, в жизнь вечную, неувидаемому. «Потому что в самих душах блаженных людей это пребывание на небесах за давностью наслаждения им не может когда-либо стать менее ценным, подобно тому, как пышность и роскошь века сего обычно всегда вызывают пресыщение от длительного употребления и наслаждения ими». Действительно, так оно и есть. И поэтому апостол здесь напоминает, что там никогда мы не сможем присытиться этой любовью Божией, как здесь у людей, которые ищут всяких наслаждений греховных, думая, что они принесут им счастье. Человек стремится, думает, что будет у меня там огромный хороший дом, вот я буду счастлив. Приобретает дом и как бы чего-то достигает, но видит то, чего он ожидал, то он не получил, ожидаемого. Подумает, что ну вот будет у меня в доме, может быть, хорошая хозяйка, красивая, добрая. Все вроде бы и неплохая, но видит, что того, что он ожидал, рисовал себе какой-то идеал, этого он не получил. Думает, будет у меня карьера, хорошая работа. Достиг и карьера, и в общем-то работа замечательная, и все есть. Но понимает, что опять же, то картину, которую счастье земного он себе рисовал, она опять не состоялась. Почему так бывает в жизни земной? А потому что человек, он предназначен к вечности, и душа его всегда жаждет того, что не увядает, как говорит здесь апостол Петр, чистоту, нетленность и неувядаемость. То есть душа жаждет именно бесконечного простора и пространства, а в этой жизни мы ограничены. И поэтому, какие бы блага в этой жизни мы не приобретали, они никогда не смогут удовлетворить всего того состояния, даже нашего представления о счастье, которое нам дает Господь. Снова напомню эти слова, он так и говорит, мир даю вам, не такой мир, какой дает этот мир. А почему у человека возникают эти стремления? А они естественны. Потому что душа, как говорил учитель церкви Тертулиан, по природе своей христианка, она тянется к этому вечному благу, она тянется к этой вечной обители в Боге и с Богом. Итак, пишет, о сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений. Снова, как и апостол Иаков, апостол Петр также напоминает, и апостол Павел об этом говорит, что не печальтесь много, если есть какие-то искушения, как говорил апостол Иаков, помните, в соборном послании тоже в самом начале. Он так и писал, что с великой радостью, братья, принимайте, когда впадаете в различные искушения. И говорил, почему, не то, что надо впадать в искушения, впадать в грехи, для того, чтобы их преодолевать, он так говорит, с великой радостью. А здесь апостол Петр говорит, если нужно от различных искушений немного пострадать, понятно уже для чего, но потом радоваться. Как и свои апостольские послания, часто апостол Павел начинал такими словами, так и говорил, радоваться. Почему же радоваться? А то, о чем он сказал выше, что мы имеем наследие на небесах. И эту мысль он дальше будет продолжать, утешая братья, находящихся в этих рассеяниях, в этих городах. Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытанного золота, к похвале и чистоте и славе в явлении Иисуса Христа. Видите, как и апостол Иаков снова говорит о чистоте в вере, о испытании в вере, о очищении от страстей. Видим здесь единомыслие, удивительное единомыслие отцов апостолов, первых апостолов церкви, как потом мы наблюдаем это и у отцов церкви. Как и пишет апостол Павел, будьте единомысленны во всем. Будьте единомысленны. Итак, испытанная вера ваша. Вот что пишет, например, по этому поводу свидетель Афанасий Александрийский. И здесь такая его удивительная цитата. Есть, когда люди очень много говорят о золотом остатке, о золотой молодежи. И вот апостол Петр здесь об этом говорит, а Афанасий, святитель великий, подтверждает мысль о том, а кто же такая золотая молодежь. Смотрите. А золотая часть, говорит, это вы, которые избегаете этого мира. И как золото испытывается посредством огня и делается годным, так испытываетесь и вы, которые живете среди них. Те, которые прибудут тверды и будут искушены ими очиститься. И как золото оставляет нечистоту свою, так и вы оставите всякую скорбь и печаль, и очиститесь, и будете пригодны. Оставленные святые также, остальные святые также угождали Богу, равно доверяющие доказательства с радостью воспринимали. Как говорит Иов, да будет имя Господне благословенное, и псалмопевец Давид, испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Конец цитаты. Действительно, золотой остаток, и если хотите, золотая молодежь, а почему именно молодежь? А потому что в Царстве Небесном не будут люди старые. Потому что душа, она не стареет. Я вот, не знаю, рассказывал или нет, однажды, совсем недавно, провожал одного очень старого почтенного человека, профессора, ему уже за 90. И когда я ему сказал, наверное, вам как-то тяжело уже там вот и приезжать, и так все-таки уже возраст. Мне кажется, он на меня даже немножко обиделся и сказал, что, а вы знаете, а я не чувствую себя старым. Я в зеркало смотрю, да, я старый, и душа, тело мое стареет, но душа моя, говорит, чувствует себя на уровне не более 20-25 лет. И действительно, это так. Душа, она не стареет, она вечна. И поэтому все мы, как говорит апостол Павел, придем там в меру возраста Христа. Вот какой будет возраст в Царстве Божьем. Поэтому, когда не та золотая молодежь войдет в Царствие Божие, а та, о которой здесь говорит Афанасий, святитель Александрийский. А золотая часть, говорит, это вы, которые избегаете этого мира и соблазнов этого мира. Итак, которого не видите, говорит, любите, пишет далее апостол Петр во втором стихе, и которого доселе не видя, но веруя в него, радуетесь радостью неизреченную и приславную. Действительно, та радость, которая есть у нас о Господе, особенно пасхальная радость, она ничем не объяснима. Мы никому не можем передать, какие бы слова красивые богословия мы не выбирали, не можем мы передать той внутренней, вот этого такого тихого восторга, который есть в душе православного человека, подходящего к таинству, к таинствам Церкви. И особенно, особенно встречая Пасху Господнюю, победу над смертью, победу Христа над дьяволом. К всему-то спасению, говорит, относились изыскания и исследования пророков. Здесь апостол Петр напоминает, что все пророчества, которые были в Ветхом Завете, они именно говорили о самом главном, о победе над смертью, которая вошла в начале человеческой истории через Адама и Еву в жизнь человека, как пишет и человечество. Как пишет апостол Павел в послании к кремлинам, в 5 главе, 12 стихе, «Как одним человеком грех вошел в мир, так перешел во всех человеках». И вот эта радость и надежда, он утверждает не просто как декларацию некую, что вот так я думаю, а указывает именно на пророчества Ветхого Завета и на то, что они исполнились. Так и пишет. К всему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати. Исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда он предвозвещал Христовы страдания и проповедующую за ними, и последующую, простите, за ними, славу. То есть мы видим, утверждается эта мысль. Далее продолжает апостол Петр. «Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано нам, благоествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть ангелы». То есть здесь апостол Петр говорит о том, что то, что знаем мы и то, к чему мы предназначены, это даже выше того состояния, в котором находятся ангелы. Ангелы, говорит, желают в это проникнуть, но не могут, потому что это для вас и ради вас. И не ради ангелов умирал Христос, а ради человека, падшего и отрекшегося от Него. Но Христос через покаяние дает эту возможность и дает это условие через Дух и Святаго, как здесь пишет апостол Петр, который обещал Христос и о котором говорил, что Он наставит нас на всякую правду и наставляет, и стучит в сердце человека, «Только бы мы, по слову апостола Павла, как сказано, и когда услышите голос его, не ожесточите сердец ваших, так как в пустыне некогда народ израильский». «Посему, продолжает апостол Петр в 13 стихе, возлюбленные, припоясав чресло, ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа». Очень удивительные слова. Нечто подобное мы находим в послании апостола Павла. И здесь апостол Петр говорит о том, что необходимо припоясать чресло ума. Что это означает? То есть не дать возможность нашему уму распыляться на посторонние вещи. Не дать возможность уму думать о том, что вредит всему человеку. Поэтому так бывает. Припояшьте чресло ума. Ум человека. Это как некий руль у корабля. Как писал об этом преподобный Серафим Саровский, ум надо привести в порядок для того, чтобы потом умом в сердце стоять. Это важно. Как мы можем привести свой ум в порядок? Понятно, одежду взял, поправил, отряхнул, посмотрел или что-то внешнее. А ум только тогда, когда мы будем, как пишет об этом апостол Павел, вникать в себя и в учение. Заниматься с ним постоянно. Так себя спасем и слушающих тебя. Потому как сказано, что Слово Божие освящает человека. И апостол Павел также нас призывает, в вас должен быть ум Христов. Что это значит? Что значит ум Христов? О чем думал Бог по отношению к человеку и к падшему тварному миру? Как сделать так, чтобы этот мир достигнуть и спасти? Как же Христос достиг этот мир своей смертью? Он умер для мира и умертвил этот мир. Мир греха в самом себе. И дал снова и снова, повторю, эти слова нам другой мир, который отличается от понятий и правил этого мира. Мир заповедей Божих. Мир Слова Божия. Мир Церкви. Его богатство, святоотеческого наследия. Вот чем обновляется ум человека. Вот чем необходимо его припоясать. Как послушные дети, наставляет апостол Петр, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем. То есть, он говорит, когда-то вы думали, что это нормально. То есть, ваша похоть и исполнение потворства вашим желаниям. Бывшим, говорит, в неведении вашем. Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Видите? Как бы здесь говорит, как пишет апостол Павел, опять же, об этом, подражайте мне, как я Христу. Ибо написано, будьте святы, потому что я свят. И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам отцом, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для нас, для нас, уверовавших через Него, в Бога, Который воскресил его из мертвых и дал ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. Видим, что здесь напоминает апостол Петр и призывает, говорит, будьте святы, как и Христос свят, зная, что нетленным серебром напоминает здесь, какой дорогою ценою куплены мы. Об этом вот пишет, между прочим, Амбросий Медиаланский, «Цена спасения», как бы призывает даже рационально подумать о том, что Христос сделал ради нас. Смотрите, цитата, «Следовательно, ты должен ту цену, за которую куплен». Так обращается. «Даже если Он, Христос, не всегда взымает, ты все равно должен. Итак, купи себе Христа. Не за то, что имеют немногие, но за то, что все имеют по природе. Но немногие предлагают из страха. Своё – это то, что Христос требует от тебя назад. Он дал всем жизнь, и Он за всех принял Свою смерть. Уплати от имени дарителя то, что ты собираешь платить по закону». Цена этого соглашения высока. Не все, и не все, говорит, легко видят Его, Христа. Конец цитаты. Смотрите, как он обращается. «Следовательно, ты, — говорит, — должен ту цену, которую куплен». Какую? Христос провел свою кровь. Провел свою кровь за нас. Так и сказано утверждение на тебя надеющихся. «Утверди, Господи, церковь. Ее растяжалось и святые твоей крови, а церковь — это мы». И поэтому здесь апостол Петр говорит, «Той ценой, которой ты куплен, ты отплати». Кому же отплатить? Как отплатить? Что, к Христу нужна наша кровь? Нет. Сказано. «Кто сделал одному из малых сих, меньших, тот сделал мне». Как я был голоден, посетили меня. Был в темнице, пришли ко мне. Был голоден, накормили. Был в темнице, посетили. Был болен, помогли. И говорят, «Господи, когда мы видели тебя таким, тогда ответ, то, что сделали ближнему, то и сделали мне». О чем здесь речь? Здесь Амфросий Медиаланский призывает. «Не просто служить так, спустя рукава, а так, как Христос пролил кровь ради нас, такой же жертвенной любовью, надо жертвовать во имя Христа, служа людям». Вот к чему призывает и апостол Петр. И об этом говорит Амфросий Медиаланский. «Послушанием истины, говорит, через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию». Ой, какие важные слова. «К нелицемерному братолюбию». «Постоянно любите друг друга от чистого сердца, не ради выгоды и корысти», как часто это бывает. «Конечно, ради выгоды и корысти мы готовы хвостиком повилять перед спонсором». «А вот так вот брата обычно, своего брата во Христе». «Ну, улыбнемся в лучшем случае, а то и скажем, «Ты тебе лучше сесть там, а ты в хорошей одежде сядь здесь». Помните, не пересуживаете ли вы». Так и пишет. «Нелицемерному братолюбию постоянно любите друг друга от чистого сердца, тут очень важное надо сделать замечание. Часто мы требуем любовь от других, но надо требовать эту любовь от себя». «Как пишет, «возрожденный не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого, пребывающего века. Ибо всякая плоть, всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал, но Слово Господне прибывает вовек. И это есть то Слово, которое вам проповедано». Видим, что... Апостол Петр сразу переходит и говорит, зачем причина лицемерия? Это искание человеческой славы. И говорит, видите, как косвенно, он заставляет думать. А что такое человеческая слава? Как, говорит, цветы, вот как у экклезиаста, говорит, что такое, или как говорил апостол Иаков, что такое жизнь человека, она как пар на время приходящее и уходящее. Что такое слава человеческая, она как цвет. Вот пришла зима, и все, и цвет завял, и нет ее, и никто уже и не вспоминает, как оно там выглядело. Поэтому так и говорит. Но Слово Господне пребывает вовек. Вот чем надо дорожить. Словом Божьим. Словом Божьим проповеданы нам. Об этом пишет Василий Великий. Следующая цитата. «Должны мы на всякое приятное смотреть подозрительно. Видите? Хотя бы предлагалось господство и власть, толпы телехранителей, толпы телохранителей и листецов, даже высокий и светлый престол, подчиняющий нам народы и города в добровольное рабство. Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве. Засохла трава, и цвет ее опал». Конец цитаты. Так пишет Василий Великий, Василий Кисарийский, свидетель, что даже если престолы и власть будут давать, надо смотреть подозрительно. То есть, я бы даже сказал, может, в Гомбе, осторожно относиться ко всяким предложениям власти. Ну, известная наша пословица. «Дай человеку власти деньги». Да. Еще неизвестно, как это искушение получится преодолеть. Богатый юноша не смог. Преодолеть. Которым Христос сказал, «Раздай все имение твое следуй за мной». Не смог он преодолеть искушение богатством. Так же и пиршенствующий. Богач не смог преодолеть это искушение богатством. Ничего не сказано, что он там делал что-то плохо. Сказано, пиршенствовал. Блистательно. Никого не гадил, не сказано, что он был негодяем или какой-то там бил. Кого нет. Просто отдыхал. Да. Пил, гулял и веселился. Но не вошел в Царствие Божие. Поэтому, так и пишет, предостерегает нас и апостол Петр, сидитель Василий Великий, на всякое должно, все это человеческое, смотреть подозрительно. То есть не принимать, что вот я достоин, сколько мне и власти, и денег. Неизвестно. Может быть, Господь так испытывает меня. Помните ведь, как испытывал Иоанна Милостива. Интересная история. Когда он после патриарха, константинопольский епископ, он раздавал пожертвования. Пожертвования. После службы. Выходил с мешком, сколько нужно отлагали на храм, остальное раздавали. Когда он ходил, то рядом с ним был дьякон. И он говорил, кому дать. Все подходили, очередь выстраивалась. Один подошел, перебежал переулок и снова подошел. Опять дай. Дьякон так глял на владыку. Он говорит, дай. Надал ему. Он опять перебежал, опять руку тянет, опять. Тут уже смотрит дьякон, что опять дать владыку? Дай. Третий раз перебежал. Опять руку тянет. И тогда ему дьякон владыки говорит, владыка, ну это уже совсем наглел. Третий раз. Он говорит, дай. Может, Господь так испытывает меня. Поэтому мы не знаем, какие испытания Бог нам посылает. Но поступая по заповеди Божией, надежда наша никогда не будет постыжена. Да будет это со всеми нами. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.